Даже если люди постоянно встречаются между собой только по делу, у них все равно неизбежно завязываются какие-то личные взаимоотношения, поскольку каждый из них вынужден изучать личность другого, чтобы понимать и предвидеть его реакции. Поэтому отделить деловую и личную части общения, допустим, Путина и Обамы или Путина и Меркель практически невозможно. Понятно, что там на деловые взаимоотношения давным-давно нарос мощный пласт личных впечатлений. И думаю, каждый из них совершенно искренне обижается, когда другая сторона по переговорам очень уж рьяно отстаивает собственные интересы. Другое дело, что, на мой взгляд, интересы Соединенных Государств Америки вовсе не обязательно отстаивать только ценой опускания всех остальных, включая Российскую Федерацию. Есть множество взаимовыгодных решений. У них, конечно, есть один недостаток. При осуществлении любого из этих решений Соединенные Государства Америки уже не смогут претендовать на абсолютную исключительность. Но, по-моему, расходы на эту исключительность уже давно превысили возможную прибыль от нее. Продолжение следует...